здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема консервация и мы начнем с перцев болгарские сладкие но не обязательно красных мы давно привыкли к тому что перцы уже заняли достойное место на нашем столе в наших холодильниках в наших хранилищах в наших парниках теплицах и так далее но я хочу сказать что не всегда перцы получаются вкусными мы знаем только одно один вид консервации и это называется лечо где вместе с другими овощами ну как бы мы протушиваем все это дело перцы морковку помидоры с томатным соусом там или пастой или просто с помидорами толчеными и получается вот такая да ну приятная очень закуска к картофелю к макаронам неважно как самостоятельно овощное блюдо тоже может использоваться но я хочу предложить вам другую консервацию из перцев знаете всегда можно взять допустим вот туда сладкие перцы я вам покажу что я тут делаю те готовые которые уже консервированные можно использовать если вы обжарите морковь обжарите там лук помидорки и соедините потом с тем что у вас в банке уже вы же поверьте что это лечо будет не хуже чем то что вы заготовили с осенью а может быть даже и лучше и начнем показываю что у меня в тарелке да очищенные нарезанные перцы и про бланшированные вот сейчас про бланширование бланширование это нужно понимать что это залито горячей водой и это должно кипеть пять минут хотя бы до вода чуть подсоленной должна быть но вот мне сказать честно все эти кастрюльки все эти плитки все это пять минут покипела меня это совершенно не устраивает у меня нет на это времени поэтому я делаю проще чищу перцы режу укладываю в такую чашку полную чашку с горкой и отправляю в микроволновку ставлю на самые сильные волны и это от силы 5-7 минут и ваши перцы будут вареные то есть бланширование это ну слегка сваренные перцы бланширует не только перцы а также и фрукты когда делают компот значит я все здесь отбланшировала вот у меня такие баночки замечательные есть посмотрите и в них уже часть перцев уложена их две потому что из этой чашки получится 2 и не обязательно они должны быть красными смотрите внимательно есть желтоватая зеленоватая любого цвета разницы нет они все вкусные однозначно значит так что мы будем делать дальше вот если баночку взять и прижать вот эти бланшированные перцы видите пустоты сколько значит вот то что у нас есть в чашке надо доложить надо доложить в банку вот таким вот образом прижимая перцы опускаете вот этот вот бланшированный перчик ну можно еще вот такое сюда до пихать вот так вот и в эту банку тоже нужно доложить я хочу показать вот что обработанные от бланшированные микроволновки они очень легко могут потерять свою кожицу видите вот когда вы их из банки потом достанете эту кожицу можно снять из есть только вот эту прелесть пока пусть останется все на месте так и делаем ну я так привыкла понимаете для меня вот это самый простой метод причем перцев можно укатать в банке огромное количество так сюда войдет войдет ну вот примерно так что теперь нужно сделать так убираю все ненужное значит теперь нам надо понять сколько здесь будет маринада и какое количество сахара соли уксуса там перца горошком все что угодно вот все что вы любите все можно подложить сюда или прямо ввести в маринад и вы заливаете пока только кипяченой водой сейчас чайник будет чайник просто изумительный он вскипел и у нас уже кипяченая вода запоминаете кипяченая вода еще без сахара и без соли льем тонкой струйкой кипяток всегда тонкой струйкой неважно это овощи или фрукты чтобы банка ваша не лопнула доливаем до самого края оставляем там 5 миллиметров хотел сказать миллилитров очень внимательно следите за тем чтобы вам потом хватило вот этого маринада до вода превратится в маринад разумеется так ну вот этого достаточно еще сахар соль ой вот такие медленные руки представьте себе а теперь нам нужно вот это вот не очень я удобную чашку нашла но мне нужно вам показать мы залили сюда воду только для того чтобы понимать какой объем потом понадобится ведь трудно угадать когда вы спрашиваете а сколько на литр воды соли положить или уксуса какой литр девочки но никогда не бывает литра вы уж сами считаете а я буду класть на баночку а не на литр а вот сколько будет воды меня это вообще мало волнует все я сливаю жидкость эту тщательно слейте чтоб ничего не осталось сливаю вторую банку руки должны быть чистыми под руками всегда должны быть салфетки это обязательное условие засолок значит теперь мне нужно сделать сладко солененький а не соленый маринад ввести туда практически все чего бы мне хотелось так берем перец горошком черный перец горошком обыкновенный по три горошинки в каждую банку нужно положить больше не надо это лишнее теперь берем вот эту мисочку здесь чищенный чеснок кстати сказать вы чеснок можете начистить сразу на неделю на засолку он прекрасно себя в пакете в холодильнике будет чувствовать и пахнуть не будет и вам не надо будет мазать руки ведь чистить чеснок это ужасно теперь значит по одному зубчику по одному я вот так в край банки ну так уложу плотно это нам все здесь все в порядке ну если вы любите гвоздику по одной звездочке гвоздики добавьте вот сюда но я этого делать не буду не в этом случае я люблю гвоздику значит теперь на каждую банку понадобится ну примерно по половине столовой ложки соли без верха девочки без фанатизма что такое без верха а это вот так вот вот без верха видите без верха верх сняли значит в эту чашку где рассол маринад на две банки одна столовая ложка без верха соли и заметьте раз два две столовые ложки сахара да милые мои размешиваем тщательно и добавляем вот здесь 7 процентный уксус я его сделала сама ну и столовая ложка нам не помешает 7 процент есть 6 есть 9 у меня получился 7 значит все размешано 1 столовая ложка нормально он не должен даже сильно пахнуть такой концентрации уксус значит очень хорошо теперь нам надо все это залить ну и я разливаю полученный маринад в баночке ну видите как сразу вроде как да нет нужно регулировать вот так чтобы никакого воздуха там в банке не осталось так и мы пока дольем вот чуть выше плечиков почему сейчас поймете так проверяем воздушные все эти убираем камеры которые там образовались нам это не нужно совершенно все что связано с присутствием воздуха в банке потом аукнется знаете чем взрывом на макаронной фабрике разлетится все неважно где даже в холодильнике а вот это что это у меня правильно это мед и вот теперь на каждую баночку нужно положить ну уж не целую ложку но уж и не чуть-чуть смотрите я беру мед ну примерно это вот так выглядит пока я его буду выливать не полная ложка до без краев и на каждую банку ой так вкусно будет вы себе не представляете вот чтобы усилить вкус и сделать его еще более красивым нужно добавить сюда жгучего перца ну любители меня поймут сразу о чем идет речь потому что это правда очень и очень вкусно так ложку все убираю чтобы ничего не перевернуть ложку выполоскую в остатке маринада не так это просто почти получилось а теперь дольем а у меня в руке замечательный острый перчик не знаю уж каенский каенский не так выглядит но что острое однозначно я оторву пару сантиметров перчика и вот так уложу в баночку и в эту банку тоже это останется для следующего раза ну можно в чеснок убрать а теперь вот эту красоту и вкусноту нужно отправить в микроволновку знаете я так поняла что телефон сотовый куда опаснее чем микроволновка и я стерилизую теперь вот такие вещи которые входят туда литровая банка еще входит в микроволновке я включу на самые сильные волны 750 и поставлю на пять минут и этого будет достаточно для стерилизации ну все время вышло и банки стерилизованы они очень горячие крышки стерилизованы за внутреннюю часть даже не хватайте и мы просто закрываем закрываем туго чтобы потом очень горячие лучше держать салфеткой конечно ну и нам надо проверить все ли в порядке правильно ли закрылась то есть мы ну вот даже немножко вытекло сейчас я салфетку постелю смотрите на бок а теперь кверх ногами где-нибудь воздух идет нет не идет вот так поверну очень красиво на бок до нужно одевать перчатки специальные ну и все а теперь укутываем теплым и до полного остывания ну это мой рецепт перца это маринад очень вкусный и я делаю по своему вкусу я не люблю очень соленое но люблю сладкое можете добавлять сюда лавровый лист можете резанный лук можете морковь но это просто перцы в медовой заливке так называется эта консервация а я желаю вам всего доброго успехов и до свидания всегда с вами тетя таня